Есть такая теория, что на иксбоксе нету полноценных годных эксклюзивов. Ну а после выхода этого видоса, что вы скажете, сони бои? Буквально пару дней назад для всех обладателей консоли иксбокса вышел лучший шутер во вселенной и называется он Crossfire X. Если до этого момента вы думали, что лучший шутер это колда, хейла или любимый шутер логвиного Battlefield 2042, то вы далеко ошибались. Фил Спенсер с командой иксбокс настолько подсуетился и позаботился о своих любимых пользователей, что сделал именно этот превосходный шутер полноценным эксклюзивом, который пока не вышел ни на одно игровое устройство, кроме как на консоли иксбокс. И да, если что, он там дается совершенно бесплатно, ну конечно, что касаемо мультиплеер. Crossfire X это шедевр нынешней игровой индустрии и те, кто это не признает, просто типичные хейтеры иксбокса. Ведь когда у вас нету данной игры, вы просто блещете токсичностью, называя эту игру говном. Если вдруг у вас иксбокс, и вам тоже не понравился данный шутер, то вы скорее всего просто в душе сунебой, либо просто были не готовы в 2022 году видеть столь замечательный шутер, поскольку он попросту опережает время. После его выхода у PlayStation начали резко падать акции, а также многие разрабы с Bungie просто начали уходить от PlayStation, поскольку после данного релиза у плойки просто не осталось козырей. Геймплей тут настолько реалистичен, что иногда попросту кружится голова, ведь ты ощущаешь игру будто в реальности. Толь отличная графика, кстати, трассировка лучей, а также производительность в 4К и 120 корейских FPS добиваются при помощи тех самых некорейских 12 терафлопс. И конечно же RDNA 2.0. Ну а также при помощи супер мега крутых технологий, которые встроены в Xbox Series. Мне кажется, после этого ни один чел не засомневается в офигенности проектов 9-го поколения консолей. Если вы вдруг еще не знали игры, которые раскрывают потенциал консолей Xbox Series и все 9-е поколение, то эта игра перед вами. Просто посмотрите на эти анимации, на то, как реалистично перемещаются и падают противники от получения пули. Поговорю, что для реализации столь большого реализма применяли технологию захвата движения прямо во время настоящих боевых действий и прямо на румынском спецназе. И знаете, разработам за это респект, что они добились такого результата в 2022 году, ибо полноценный эксклюзив, ну не мог ударить в грязь лицом. Также не может не радовать баланс. Баланс в этой игре выберен крайне точно, чтобы сделать максимальный порог вхождения для новых игроков и в то же время удержать максимально старых. Каждая катка, а именно боевые действия, это словно танец, которому нужно приспособиться. Карт здесь хоть и немного, но просто взгляните на их проработку. Некоторые карты имеют даже вертикальный геймплей, а также отличные респауны, которые не дадут вас зажать в начале карты, как в тупейшем шутере под названием Call of Duty. Баланс сделан настолько офигенно, что в одном режиме каждый может накопить себе жетонов для того, чтобы открыть себе неприбиваемый, сука, костюм с двумя MP5, ведь это так по балансному. Поскольку данная игра является полноценным эксклюзивом Xbox, естественно разработчики приложили максимальное усилие и к созданию управления на геймпаде. И глядя на любой матч, вы поймете, что консольщики в этой игре могут реально нагибать. В данном проекте разработчикам была дана та самая свобода в творчестве, про которую говорил Фил Спенсер. И при помощи которой они придумали великолепный режим, в котором одна команда ходит с полноценным боевым оружием, а вторая сука в невидимках и с ножами. Ведь это так круто, когда одни закладывают бомбу и их не видно, а другие ее ищут. Скажите, в какой-нибудь другой игре была столь офигенная идея? Нет, и не могла быть, поскольку опять же, Crossfire X это лучшее, что могло придумать человечество. За что еще хочется похвалить этот замечательный шутер, так это за звук. Просто вслушайтесь, насколько он реалистичен. Если вы вдруг слышите какое-то говно, то скорее всего у вас просто не развит слух и не подключен Dolby Atmos. Именно при Dolby Atmos раскрывается величие данного звука. Чтобы вы понимали всю реалистичность, я решил сверить реальные звуки со звуком игры. И поскольку калаша у меня нет, я использую нож. Слушайте. Услышали, да? Ну а теперь звук с игры. Вау! Я даже не ожидал, что так похоже! Ну а чтобы вы реально слышали качественный звук, то всегда используйте хорошую гарнитуру. На мне, кстати, гарнитура от SteelSeries, ее модель Artis 1. У гарнитуры безумно приятный материал на ощупь, емкая батарея, которая держит целых 20 часов работы. Легко и просто настраивается под размер вашей головы, реально очень приятно сидит и я бы сказал, как влетая. Уши здесь полностью проваливаются и тем самым обеспечивается еще и отличная шумоизоляция. Уши здесь тканевые, что обеспечивает большой срок жизни материала, ну а также минимум потливости. На них, кстати, еще удобные переключатели громкости, ну а также другие кнопки. Микрофон в случае, если вам не нужен, можно попросту отсоединить. И самое прикольное, что есть в этой гарнитуре, это то, что при помощи данного адаптера наушники можно подключить, естественно, к Xbox, к Nintendo Switch, к компу, к консоли PlayStation и даже к телефону на Android. SteelSeries всегда славился качеством своих устройств и данная гарнитура не исключение. Звук тут отличный, слышится каждый шорох. И знаете, вывод здесь один, гарнитура за свои деньги реально топ. Если что, ссылку на нее я оставлю в описании. Когда вы в этой игре кинете гранату, вы просто офигеете от проработанности взрыва, ну а также и от траектории полета. Спасибо тебе, господи, за эту эксклюзивно замечательную игру. Лови аптечку. Ах, порно! Ну а какой же тут батл пасс? Это же просто сказка для внука, который ждет бабушкину пенсию. Настолько сбалансированных цен, а также изумительных скинов вы не увидите ни в какой другой игре. Поговорю, в жизни есть всего лишь три цели у настоящего ценителя видеоигр. Первое, это скачать Crossfire. Второе, это играть в Crossfire. Третье, это донатить в Crossfire. Если вы вдруг прошли все эти этапы, то просто продолжайте жизнь, весь смысл каждого геймера это Crossfire. Конечно, у этой сногсшибательной игры, которая является эксклюзивом, есть и минусы, но я бы их отнес, конечно, больше к примечаниям, ведь у полноценного эксклюзива любимой консоли не бывает минусов. Как вы заметили, эта игра не получила русской локализации вообще, и даже субтитров. Но тут довольно все обосновано, ведь Crossfire X попросту мотивирует российских игроков выучить английский, чтобы максимально проникнуться в офигенности этой игры. Эта игра настолько популярна и идеальна, что разработчики удалили даже обещанную сюжетную кампанию с подписки Xbox Game Pass нахрен. И данное решение обосновывается не какой-то там криворогостью разрабов, а тем, что игра настолько провоцирует игроков оформлять подписку Xbox Game Pass, что сервера и платежные системы попросту не справляются во всем мире. Ради этой игры многие игроки PlayStation перешли на Xbox и перейдут в будущем. Столь качественного шутера не было давно. И знаете, я очень рад, что майки наконец-таки порадовали всех обладателей Xbox выходом столь замечательного эксклюзивного проекта. И честно, у меня до этого момента хоть и была игровая импотенция, но после выхода этого проекта у меня реально встала на игры шишка. Я не могу не нарадоваться этому проекту, ибо это одна из немногих игр, в которую реально вложили душу. Реально попытались сделать нечто совершенное, идеальное, чтобы это понравилось каждому игроку на планете. И у них это реально получилось. Crossfire X это игра от элиты и для элиты, поэтому если вдруг у тебя есть Xbox, ты просто обязан поиграть в данный шедевр и понять, что такое корейский FPS. Если вам вдруг тоже понравился Crossfire X так же, как и всем людям на планете, и вы считаете, что это шутер всех времен и народов, то обязательно ставьте лайк на видос, пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Фил Спенсер ебел игровую индустрию, он всех выебал 12 тераплопсами. Фил Спенсер вообще такой вот красавчик, тоже храни Фила Спенсера за Xbox Game Pass. Фил Спенсер ебел игровую индустрию, он всех вы乐 Claro, в которой мыetって drukки из-за , но это сердце от-прав, это не то, чтобы выrust 설�жемуzeichуете. Фил Спенсер ещеhan и что dripping ко мнеiscalяться над этим, если вы wus Pode знаете, что? Продолжение следует...